Север. Всегда манит своей красотой. Заодно проверяет на прочность. Кто-то не выдерживает и покидает суровый край. Кто-то остается здесь навсегда и уже не мыслит свою жизнь без белых ночей и алых закатов. Не зря говорят, север покоряется только сильным духом людям. Наш герой Анатолий Буханцев почти 40 лет назад приехал покорять этот край. Первое впечатление, значит, прилетело я сюда 10 марта 1981 года. Температура была минус 53 градуса. Вот это было впечатление. Туман, ничего не видно. Мы на автобусе поехали искать этих родственников. Кое-как нашли их. Конечно, впечатление было, что как здесь люди работают. Хотя я сам служил на БАМе. 40 температура там зимой была, считалось нормальной. Но здесь, конечно, в 53, потом, конечно, и больше морозы были. Пришлось работать в такие морозы. Но тогда, на тот период, конечно, я даже испугался немножко, что как люди работают в такие морозы. От водителя до начальника автоколонны путь был нелегким, но интересным, признается Анатолий. Успел поработать на разной большегрузной технике. Перед армией окончил автошколу. В армию пошел. Я уже два года служил водителем. У меня два года стажа уже было. Когда сюда приехал, естественно, пошел сразу в автобазу. Когда автобаза была «Алмаз-Дуртранс», пришел в автобазу, начальник автобазы. Когда он, по-моему, директор автобазы назывался. Поговорили, посмотрел мои документы и сказал, на «БелАЗ» пойдете? Я говорю, пойду. Ну и пишите заявление. Написал заявление. Ну и устроился. Сразу я, маленечко, там, в течение месяца с лесарем поработал, потому что нужно было получить допуск на управление автомобилем «БелАЗ». Окончил курсы, получил удостоверение на допуск управления автомобилем «БелАЗ-540-548». И стал работать водителем «БелАЗа». По-моему, в то время уже «Камацу» были. Я обслуживал 11-ю фабрику в «БелАЗе». Полтора года я проработал, ну, почти два, на «БелАЗе». Понятно, что уже были «Камацу» HD 1200 машины, 120 тонны. Очень хотелось попробовать себя на этой машине. Записался на курсы. Допуска к управлению электрическими машинами HD 1200 «Камацу» окончил. И буквально после окончания курса, наверное, через месяц, был переведен водителем «Камацу». До 87-го года отработал, это с 83-го где-то, по 87-го отработал водителем HD 1200 «Камацу». Потом к нам пришел на испытание автосамосвал «Камацу» с гидромеханической передачей 160 тонны, грузоподъема 160 тонн. И меня посадили на эту машину. Я участвовал в испытаниях этого самосвала. По 93-й год мы испытывали. В это время как раз пришел на испытание «Катарпиллер» первый, самосвал, 136 тонны. И после испытаний выбор пал на «Катарпиллер». И пришла партия «Катарпиллеров». Она в 91-м году пришла. Вторая партия пришла в 93-м. И я машину эту остановили. HD 1600. И пересадили меня на «Катарпиллер». Начальником автоколонны я с 1997 года. До этого я еще работал. С 95-го года я работал механиком по ремонту автомобилей. Где-то полтора года, чуть побольше. И немножко старшим механиком потом поработал. И потом предложили поработать начальником автоколонны, больших русских самосвалах. Около 100 миллионов рублей. Такой экономический эффект составили РАЦ-предложения Анатолия Буханцева за весь период его трудовой деятельности. Первое предложение было подано почти 30 лет назад. Я думаю, что каждый человек, который что-то делает, он рационализатор сам по себе. Нет идеальных каких-то машин, какого-то оборудования, чтобы они идеальные были. Поэтому человек, даже не зная, что-то переделывает, он уже рационализатор. Понятно, что машины эти пришли, они у нас, так сказать, получали прописку здесь на севере. Много очень было переделано на этих машинах. Я особо не замечал, но думаю, что был напарник у меня такой, Исаев Анатолий Давыдович. И когда что-то переделал, он говорит, а давай будем оформлять вот эти. Я говорю, ну хочешь, оформляй. И он начал подавать в теходел автобазы. Это где-то, наверное, в 89-м году, наверное. 88-89 год. Где-то вот так. Первое предложение. Ну и потом как-то предложение-предложение. Потом начались конкурсы по этим предложениям. Я начал ездить на эти конкурсы. Вот. Затянуло, интересно стало. Вот. И все время уже сам подавал. Писал и подавал распредложения. У нас коллективчик организовался. Такой творческий. Самое первое предложение. Это было на 160-тоннике. Это пальцы. Конусные пальцы мы сделали. То есть такое хорошее, емкое предложение. Это пальцы крепления узлов-агрегатов. Которые, значит, крепят узел. И проушина, проушин уставляется там или реактивная штанга, или еще какой-то элемент. И забивается туда палец. И в процессе эксплуатации эти проушины потихонечку разбиваются. Получаются такие эллипсные отверстия. Это на всех машинах. Вот катерпиллер. Любую-любую. Это мои пальцы. Везде ходят они на всех машинах. И на КамАЦ уходили, и на катерпиллере. Везде ходят. Как бы, и я сделал эти пальцы. То есть, чтобы восстановить проушины, это очень трудоемкий процесс. Чтобы восстановить их. Я сделал конусные пальцы. Ничего не надо было. Просто ставишь этот палец, затягиваешь болты и поехали. И люста в этом узле уже нет. До списания машины. Сейчас Анатолий уже передает свой опыт молодым. Многие из простых водителей стали руководителями. Но до сих пор черпают бесценный опыт у своего наставника. С молодыми кадрами. Ну, с молодыми кадрами я, как сказать, очень много лет. Когда водителем был, понятно, я был просто наставником. Там стажировал, там подготовил водителей, работали. Сейчас эти ребята до сих пор работают водителями у нас. А когда стал уже механиком, старшим механиком, начальником автоколонны, я много ребят подготовил уже чисто для работы механиками, тихотдел. Ребята шли мои. Сейчас уже многие разъехались, на материке работают, такие приличные занимают должности. Я не считал, конечно, сколько. Ну, вот взять, допустим, сейчас вот Нечахин Евгений Евгеньевич, начальник автоколонны. Значит, недавно, на осенью организовалась эта автоколонна. Он начинал у меня слесарем работать, закончил институт. Вот, и я его подтянул механиком работать. Потом, когда мой старший механик ушел на пенсию, уехал, я его взял старшим механиком работать. Ну, и в итоге сейчас вот начальник автоколонны. Наш герой признается, романтика и запах тайги сделали свое дело. Север стал его второй родиной, без которой он не представляет уже свою жизнь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова